Всем привет! С вами Волфинг и сегодня новый выпуск программы Просто Мнение. И сегодня я вам хочу рассказать о таком шикарном сериале, как Братья по оружию. К сожалению, этот сериал рассказывает не о советских бравых солдатах, а всего лишь о американских былых пехотинцев. Или, как это сказать, по-нашему, фдвшников. Морпихи, короче, или как они там и называются. Честно говоря, это даже не важно. В чем же главный плюс этого сериала? Это, наверное, его бюджет. Если вам интересно, бюджет составляет 100 миллионов долларов, то для сериала этот бюджет просто колоссальный. И режиссер в полной мере использует все деньги, которые у него есть на спецэффекты, на игру актеров, вообще на то, что будет твориться на протяжении всего сериала. И это только-только плюс. В сериале нам пытаются показать войну в Европе. А точнее, ту войну, когда открыт был второй фронт. То есть, когда американцы вошли в Европу и стали нагнетать немцев, которые, в свою очередь, и так уже проигрывали всю войну. Как я уже сказал, весь этот большой, шикарный, массивный бюджет был потрачен на отличные наши спецэффекты, на хорошую игру актеров. Весь сериал можно назвать историческим. Только знаете, что в нем присутствует очень много такого американского патриотизма. Как я уже сказал, к сожалению, этот сериал не про наших, не про российских солдат, а всего лишь про американцев. Но смотреть его очень и очень интересно. Потому что вся война показана просто в шикарных красках. Убийство, кровь, эпичность боев. Все это показано просто, я вам признаю, изумительно. И каких-то грехов здесь я даже, честно говоря, не вижу. Вообще, сериал снят очень хорошо, очень качественно. Проработано почти все. Диалоги, костюмы. Наблюдать за героями просто одно удовольствие. Потому что, может быть, актеры не настолько известные, но играют-то они хорошо. И ты веришь им. Ты, знаете, вживаешься в них. То есть, у тебя есть какой-то любимый персонаж, за которого ты переживаешь. Которым ты живешь, можно вот так сказать. И вот, когда что-то происходит, тебя ранит, это задевает. И ты переживаешь все то, что переживают герои. И это только-только плюс. Так что же можно вообще в целом сказать о сериале «Братья по оружию». Честно говоря, это изумительный сериал, который стоит смотреть каждому из вас. Неважно, любите вы Америку, не любите вы Америку. Там, американские солдаты или наши это солдаты. Просто сериал снят очень хорошо. И смотреть вообще все то, что происходит на экране, просто приятно. Да какой же можно сделать вердикт по сериалу «Братья по оружию»? Вердикт очень прост. Обязательный к просмотру. Я вас уверяю, если вы начнете его смотреть, то вы просто не захотите закончить просмотр, не досмотрев этот сериал до конца. Потому что, ну, таких сериалов снимают очень-очень мало. Но даже если вы любите, допустим, сериалы сверхъестественные, «Игра престолов», то я вас уверяю, этот сериал вам тоже очень-очень сильно понравится. Так что вы обязательно должны сегодня зайти, скачать или посмотреть онлайн. Решать только вам. Но если вы посмотрели сегодня этот ролик, этот, можно сказать, обзор, и вы еще ни разу не смотрели сериал «Братья по оружию», то вы обязательно должны взять, посмотреть его прямо же сегодня. Забейте на все свои дела, оставьте их. Если вы хотите играть, да забейте вы на игры. Посмотрите хоть раз один, даже можно так сказать, фильм, потому что это произведение. И сериал, он только потому, что он огромный. Тут происходит столько действий, сколько не происходит в одном фильме. То есть в один фильм все эти действия не запихаешь. Поэтому это, можно сказать, один большой фильм. Одно большое произведение, которое стоит смотреть вам. Я вас уверяю. Ну, наверное, это все. С вами был Wolfing, программа «Просто мнение». Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. И обязательно, обязательно посмотрите сериал «Братья по оружию». Но я вас, точнее, не так даже. Я вам обещаю, что вы получите только удовольствие. Так что это точно уже все. Пока. Субтитры подогнал «Симон»